Сколько стреляю, атакуя первый раз. Итак, казус. На упражнении окошко со сдвижной дверцей. Сдвигаешь, стреляешь слева. Сдвигаешь в другую сторону, стреляешь справа. Стреляя слева, я простреливаю нижнюю рейку, которая частично из жести. Из-за этого сдвинуть в другую сторону стойку не получается. Мешает деформированная жесть. Пытаюсь второй раз и с таким усилием, что чуть не отрываю ручку. Еле-еле открываю щель и продолжаю упражнение. Вот об этом упражнении я говорю. Стрелка указывает на ту рейку, которую через пару секунд я прострелю. Выстрела не видно, но он есть. Он изгибает жесть, которая потом торчит внутрь и не позволяет до конца открыться дверцы. Она заедает и я не могу открыть второе окошко. Тем не менее, окошко я открыл и упражнение закончил. Мне назначили перестрел. Не знаю, правильно это или нет, ведь окошко все равно открылось. Но перестрелял я с удовольствием, правда, очень плохо и чуть не навернулся. Продолжаем тему карабинов в калибре 9х19. Тем более, что Россия претендует на проведение первого чемпионата мира 2020 года в этом виде оружия. Этот чемпионат мог бы принести огромную пользу стрелковому спорту в нашей стране. Как это было с чемпионатом мира по карабину в 2017 году? Решение о месте проведения будет принято в августе этого года в Белграде. Если нам удастся получить этот чемпионат, то он пройдет в Екатеринбурге на стрельбище, построенном клубом Архангел Михаил. Мне кажется, что упражнения будущего чемпионата мира будут куда больше походить на те, которые сейчас строят в Пущино специально для девятки, нежели на те, которые строятся под пистолеты в разных тирах нашей страны с их очень короткими дистанциями. Стихия карабина 9х19 – это разнообразие дистанций от 1 до 100 метров. Это возможность менять темп стрельбы от пулеметного до снайперского. Именно здесь проявляются возможности таких карабинов, именно поэтому они так интересны. На сегодня матчи в Пущино мне нравятся больше всего, и мне повезло, что я живу в московском регионе и могу спокойно сюда приезжать. Если вам нравится этот вид оружия, то очень рекомендую вам приезжать именно сюда. Я решил, что где бы ни проводился чемпионат мира, я постараюсь попасть на него именно поэтому плотно занялся девяткой. И не только самой стрельбой, но и не менее важной технической частью. Цель – построить надежный, точный и удобный карабин, с которым можно смело ехать на мир. Для этого я приобрел сразу две сайги 9 и готовлю их намеренно по-разному, чтобы понять, какой путь более правильный. На данный момент с технической точки зрения очень большое значение играют точные парные выстрелы. Так как если быстро не попадаешь дважды в альфу, то к концу упражнения можешь недосчитаться 20-30 очков. Это все равно, что допустить 3 промаха на каждом упражнении. С таким результатом далеко не уедешь. Один из способов добиться быстрого двойного попадания в альфу – использование дульного компенсатора. Недавно я провел для себя тест дульников, и вы можете посмотреть об этом ролик на канале. Ссылка в описании. Сейчас я стреляю с ДТК от Хит-фактора. В том числе и матч в Пущино прошел с ним, и даже завоевал медаль. Этот ДТК казался лучшим в моем тесте, если не считать прототипа ДТК Ильина. Но того нет в продаже. А дульник хит-фактора есть, и он очень толковый сам по себе. Как известно, хит-фактор – это компания, созданная Романом Халитовым и Аленой Карелиной. Ребята прислали мне в комплект еще и цевьё с утяжелителем. По их словам, вместе они должны работать еще эффективнее. Про цевьё можно сказать следующее. Оно отличается невысокой ценой, имеет приятное шершавое противоскользящее покрытие, очень просто устанавливается и сочетается с утяжелителем. Я бы теперь поставил утяжелитель на первую сайгу с цевьём Custom Guns, но не могу, так как оно по размеру туда не встает. Но утяжелитель сочетается со всеми цевьями от Хит-фактора. Что такое утяжелитель? Это просто 300-граммовая болванка, которая крепится на конец ствола. За счет своей массы она уменьшает колебания ствола во время выстрела. Любопытно, что подобное решение применялось еще с 20-го века, в том числе на орудии американского танка Ли-М3 и на других машинах. Поэтому я назову этот утяжелитель М3. Итак, ставим утяжелитель М3 на ствол моей второй девятки, в комплекте с цевьём и ДТК, повёрнутым на 45 градусов. Обязательно на 45 градусов для правшей. Едем на стрельбище и смотрим, что из этого получится. Летит просто супер. Эта штука не дает разболтаться в стволу до момента второго выстрела. Она еще не успевает никуда уйти за счет инерции. И меньше размера кулака получается группа. Субтитры делал DimaTorzok Даже статично стреляя пары, все укладывается вот в размер кулака. Но чуть-чуть больше буквально, что прикольно. Я не выцеливаю обыкновенный челнок. Туда-сюда бегаешь, не успеваешь супер выцелиться. Но прицелившись один раз, второй выстрел, вторая пуля летит в ту же точку. Пробовал несколько утяжеленных стаек, где были стволы обвешаны, свинец налез в приклад. И это было дискомфортно бегать. Но здесь не такая большая прибавка в весе. Вот буквально я только что побегал. Я, честно говоря, не чувствую большой проблемы в этом. Так что, может быть, я немного изменю свое мнение в плане утяжеления. Либо тяжеленную болванку в виде ДТК сделаю. Либо просто действительно утяжелитель поставлю на конец ствола. До 1 мая вы можете приобрести продукцию HitFactor со скидкой при заказе или в письме, указав промокод PracticalShooting. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok